Цветы восхищают своей красотой, притягивают своим ароматом. А этот букет, созданный Анной Киселевой, совершенно уникален, потому что пахнет он шелком. Это шелковое цветение – результат кропотливого труда мастера Анны Киселевой. Столь натуралистичные и нежные искусственные цветы выполнены художником вручную по японской технологии. Лепестки сделаны из натурального шелка высочайшего качества, а также других японских тканей для создания цветов. Выставка, конечно, необычная чем? Но есть обычное ремесло, есть технологии, но не каждый может ими владеть. Вот этой технологией должен владеть только человек, который имеет вкус, имеет любовь к тому, чего он хочет сделать, что выразить. Это не просто букет, надо почувствовать пластику каждого цветка, каждого растения. Их тут очень много собрано. И гармонию сочетания этих растений вместе. Вот это очень сложная задача стоит перед художником. Поэтому она выполнила эту задачу. Шелковой флористикой Анна Киселева увлеклась не так давно – шесть лет назад. Осваивать этот сложный вид искусства художнику пришлось свободное от основной работы время. Я звукорежиссер, и это моя основная деятельность. Я этим, собственно, занимаюсь большую часть времени. Но так случилось, что я всегда любила рисовать с самого детства. Мои рвения, они просто не могли как-то оставить меня в покое. Поэтому я получила дополнительное образование как художник и уже занималась живописью. И как-то однажды в далеком 2014 году я увидела в интернете, что есть такой вид искусства, как шелковая флористика. И решила попробовать. Думаю, интересно, получится ли у меня. Мне казалось, что это что-то жутко сложное. Погрузившись в мир шелковой флористики, Анна Киселева быстро поняла, что ее опасения были не напрасны. Первые работы давались нелегко. За пять лет обучения этому сложному и тонкому мастерству в школе японского искусства Анна Киселева сумела достигнуть желаемого результата. Сегодня ее работы украшают выставки и дизайнерские показы. Были очень разные варианты применения цветов. Начиная от шляп, оформления, свадебное платье как-то я расшила полностью цветами. Это, наверное, был самый грандиозный мой проект. И заканчивают уже какими-то букетами и просто небольшими украшениями. Мои первые цветы, конечно, они оставляют желать лучшего, но я их сохранила специально для памяти. Положила в коробочку, иногда заглядываю и смотрю, насколько я развиваюсь. И действительно, какая разница между тем, что я делала когда-то и тем, что делаю сейчас. В японской технологии создания цветов используются только благородные материалы – шелк и рисовая бумага. Процесс создания цветка требует большого терпения и усидчивости, и сравним с медитацией. Работа со струящимся материалом весьма сложная. Изготовление одного цветка занимает не менее двух дней, а букета – около месяца. Шелк подвергается предварительной специальной обработке японским клеем, который не заметен в дальнейшей работе. То есть для того, чтобы шелк держал форму, не крошился, не было ниточек лишних. Вообще процесс очень трудоемкий, и создать такой букет у меня занимает около месяца. То есть начиная от выкраивания, до этого я придумываю, проектирую, что у меня будет, какой состав букета, какие цветы, из чего они будут состоять, как лепесточки крепятся, как сама конструкция цветка. И уже дальше это все вырезается довольно долго, и окрашивается, придается форма, и собирается уже с клеем, собирается в цветок. Мы знакомы с Анной. Анна была преподавателем моих детей по живописи. А потом мы еще узнали, что Анна делает такие замечательные цветы. Эта выставка здесь очень светло, приятно. Здесь такая женская атмосфера. Очень хочется сюда прийти, просто посидеть, может быть, здесь. Просто отдохнуть, просто посмотреть, полюбоваться на каждый цветочек, на каждый лепесточек. Помимо цветочных композиций, в экспозицию Анны Киселевой «Шелковое цветение» вошли ее живописные работы. Посетители музея смогут полюбоваться ее натюрмортами и пейзажами. Я плотно сейчас занимаюсь живописью. Мне хочется немножко это подтянуть, свои навыки. И подумала, что будет очень здорово, если все это будет сочетаться вместе, и живопись, и цветы. Я очень люблю окружать себя красотой. Я вижу ее вокруг, и мне хочется это приумножать и запечатлять вот это состояние цветов. Я никогда не пройду мимо какого-то красиво распустившегося цветка, потому что мне всегда захочется посмотреть, как вообще он состоит, как он красивый. И восхищаться его природной красотой, меня это очень вдохновляет, собственно, природа, все, что она создает. Мне очень нравятся эти красивые картины с цветами. Они так вот вдохновляют, и они очень красивые. Полюбоваться увековеченной красотой цветков, познать все прелести шелкового цветения, можно в Раменском историко-художественном музее до 20 сентября. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы Городские вести.